Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я представляю городской онкологический диспансер и хочу поделиться опытом применения высоких доз интерферона альфа-2-бета, в частности, интерона А, у пациентов с высоким риском метастазирования и прогрессирования меланомы кожи второй С-стадии. Опыт у нас не очень большой, но, тем не менее, с 2012 года мы начали применять эту терапию и в настоящее время у нас два пациента получают высокодозную иммунотерапию, а с 2012 по 2014 годы в 11 отделении химиотерапии городского онкодиспансера получили высокодозную терапию интероном А 12 пациентов. Мы проследили за ними, и у трех пациентов отмечено прогрессирование заболевания, один пациент получает лечение по поводу метастатической болезни, один пациент, к сожалению, уже умер, и одна пациентка наблюдается после хирургического лечения по поводу третьей стадии. Оставшиеся 9 пациентов находятся в режиме динамического наблюдения, и данных за прогрессирование в настоящее время не отмечено. На этом слайде представлена таблица, указывающая на выживаемость пациентов с первой и со второй стадии заболевания, и видно, что пациенты со второй С стадии имеют гораздо более худший прогноз, и даже по сравнению с пациентами третьей стадии они живут меньше. И вот позаимствовала слайд у наших коллег, которые предлагают составлять индивидуальный прогноз для пациентов с высоким риском прогрессирования. Из этого слайда видно, что на самом деле эти пациенты могут жить достаточно долго и без прогрессирования более 10 лет, и, конечно, они нуждаются в проведении профилактической иммунотерапии. И сейчас я приведу два клинических случая. Одна пациентка с 1977 года рождения, она больна с августа 2014 года. У нее в отделении хирургическом номер 9 произведено иссечение меланомы кожи правого бедра. Вторая С стадия. Гистологическое заключение – это смешанная эпитолиодная веретеноклеточная меланома кожи с изъединением. Веретеноклеточная меланома является тоже фактором отрицательным, и, учитывая молодой ее возраст, она была осмотрена у нас в отделении химиотерапии и предложено лечение профилактической иммунотерапии в высоких дозах. Еще небольшое отступление. Я хочу сказать, что все пациенты, начиная со второй стадии меланомы, у нас осматриваются в отделении химиотерапии, консультируются и избирается та или иная схема профилактической иммунотерапии. Этой пациентке мы оценили ее общее состояние удовлетворительное, обязательно сопутствующие заболевания. Пациенты с наличием аутоиммунных заболеваний или с хроническими заболеваниями печени, конечно, эти пациенты вызывают риск проведения высокодозной иммунотерапии. У этой пациентки таких заболеваний не было, и мы выполнили ей обследование перед началом лечения, то есть МРТ головного мозга, хотя это, в принципе, не входит в стандарт второй стадии, но мы хотели убедиться, что у пациентки все хорошо, и провели ей полное обследование клиническое – грудную клетку, брюшную полость и малый таз. С сентября 2014 года в течение четырех недель проведена индукционная фаза высокодозной иммунотерапии энтроном А. Приводилась уже этот слайд Анны Игоревны, но я напомню, доза, вводимая в индукционной фазе энтрона А, это 20 миллионов единиц на метр квадратный. С первого по пятый дни – пять дней в течение четырех недель. У пациентки отмечались осложнения. Наиболее часто осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта отмечаются на третьей неделе лечения. У нее отмечалась тошнота второй степени и рвота первой степени. Тот, кто знаком с проведением высокодозной иммунотерапии, знает, что динамика осложнений в процессе лечения отмечается следующим образом. То есть сначала это осложнение со стороны желудочно-кишечного тракта, также это осложнение в виде гриппоподобного синдрома, лихорадка, озноб, боли в суставах. Затем уже по мере накопления препарата наблюдаются осложнения со стороны гемопоэза в виде слабости и неврологическая симптоматика – это депрессия и нарушение сна. У этой пациентки отмечалась нитропиния третьей степени на третьей неделе, гепатотоксичность второй степени также на третьей неделе и слабость второй степени на третьей и четвертой неделе. Тем не менее, редукции дозы препарата мы не проводили, это не требовалось. Проводилась симптоматическая терапия, гепатотропная в виде гептрала внутривенно, но мы откладывали иммунотерапию на три дня для нормализации показателей крови. В настоящий момент пациентка продолжает поддерживающую фазу иммунотерапии, то есть ей была проведена полностью индукционная фаза в четыре недели, затем она перешла на режим 10 миллионов единиц на метр квадратный три раза в неделю. У нее удобная форма для введения препарата, она получает шприц-ручку у интро, у пациентки нет болезненности во время введения, что тоже очень важно и не нарушает качество жизни. На фоне лечения поддерживающей фазы у нее отмечались осложнения в виде нитропинии первой-второй степени, лихорадки и слабости второй степени. И сейчас она уже получает терапию у нас почти год, она отметила, тем не менее, нарушение сна, вот уже такое отсроченное осложнение. В целом она позитивно была настроена весь период лечения, ей очень помогала семья, у нее отец и мать, которые постоянно ее навещали во время госпитализации у нас в клинике. И семья, и подруги ее очень поддерживали, и она довольна, что ей предложили такое лечение, она понимала все риски, и мы тоже, конечно, ее поддерживали. И всячески, конечно, желаем ей, чтобы у нее не было прогрессирования заболеваний. И вторая пациентка, 55-го года рождения, эта женщина уже более не такая молодая, но тем не менее, у нее в марте 2015 года тоже было иссечение меланомы кожи левой голени, вторая цестадия, и оценив ее общее удовлетворительное состояние, отсутствие каких-то выраженных сопутствующих заболеваний, мы тоже предложили ей высокодозную иммунотерапию эндроном А. И с 12 мая пациентке в течение 4 недель также проводилась индукционная фаза высокодозной иммунотерапии. У пациентки отмечалась тошнота и рвота, и нейтропения третьей степени, гипотоксичность и слабость. В принципе, побочные действия были похожи, как и у первой пациентки, но все-таки она больше жаловалась на слабость, и у нее были нарушения настроения, то есть она часто, ну, проявление депрессии, то есть она тяжело переживала свою ситуацию, и учитывая такие осложнения, мы на консилиуме в отделении приняли решение о редукции дозы эндрона А на 33%. Это первая ступень редукции дозы, которая зафиксирована в клинических рекомендациях, и которую мы посчитали возможной, чтобы продолжить в дальнейшем терапию. Иммунотерапию мы откладывали всего на один день, также проводили симптоматическую терапию, гепатотропную, нейтропению третьей степени вводили к колонии стимулирующих факторов, и в целом она перенесла достаточно хорошо лечение, и сейчас она получает поддерживающую фазу. Сначала она получала 10 миллионов единиц на метр квадратный три раза в неделю, отмечалась у нее и нейтропения второй степени, и лихорадка, и слабость второй степени. В дальнейшем у нее прогрессировали явления депрессии, и также мы обсудили ее ситуацию, и решили редуцировать дозу на 50%. То есть сейчас она получает иммунотерапию в поддерживающей фазе в режиме 5 миллионов единиц на метр квадратный три раза в неделю. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Нина Юрьевна.